Девушки отдыхают Изверг! И под венец у них как раз сказочка-то вся и начинается. Все самое главное впереди! А еще вот не знаю как вы, а я обожаю смотреть свадьбы. Всегда бегу и вот даже у меня несколько видео есть. Именно жених и невеста. И я даже знаете что подумала, что все бегут смотреть свадьбы, но скорее всего, что все бегут смотреть-то именно на невесту. Наверное и старый млад все обращают внимание, в каком невестоплатье. Ой, какая невеста красивая! Где невеста? Где невеста? Иногда спрашивают дети, когда подбегают смотреть свадьбу. Вот это вот, конечно, здорово и замечательно. Вот если бы у нас всегда женщины были на первом месте и пользовались вот такой вот популярностью, как на свадьбе. А то ведь у нас как чаще всего бывает фанфары отгремели, праздник закончился, начались серые будни, женщина потускнела, дети, уборки, глажки, стирки, готовки превратилась в серую мышку. А мужчина, он расцвел, он всегда жених. Вы заметили, наверное, тоже, что если разводится пара, то женщина обычно пишет разведена, а мужчина пишет холост, свободен, несмотря ни на что. Несмотря на то, что у него там было 10, может быть, жен впереди, но он все равно всегда холост и свободен. Вот такие вот какие-то перекосы. А женщина остается с детьми, и кому она уже нужна, такая разведенка с прицепом, как говорили раньше, да. Я вот когда в своем прошлом видео рассказывала, что я тут знакомлюсь с мужчинами английскими, стараюсь найти себе достойного мужчину рядом. И мне пишут многие женщины, что ой, да у вас там хорошо в Европе, там у вас мужчин полно. Но даже в таком возрасте можно найти свободного, а вот совсем ничего в России подобного и нет. Ну, в чем-то тут, конечно, вы правы, и я согласна с этим утверждением. Но вы знаете, во-первых, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Оптимизм, позитивный настрой и желание. Это, по-моему, самое главное. И можно найти, наверное, человека в любой стране, если вы приложите усилия и захотите этого конкретно. Ну, а я, друзья, хочу вам рассказать дальше продолжение своей истории, как же продвигаются мои дела. Хочу рассказать немного поподробнее. И я вам говорила уже, что я там встречалась с несколькими мужчинами в кафе, и мы с ними общались, разговаривали. Так вот, я сказала это вскользь и не рассказала, как это происходило на самом деле. А вы знаете, там довольно интересные такие, в общем-то, моменты, которые, мне кажется, будут вам интересны. Поэтому усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Вся наша жизнь игра. И вот кто-то просаживает все деньги и остается совершенно на бабаха. Кто-то выигрывает джекпот. Кто-то не перестает делать ставки и в конце концов выигрывает. В общем, каждый выбирает свой путь. Главное, конечно, все-таки, как в том анекдоте, знаете, если вы просите что-то у Бога, так вы хотя бы не забудьте сами купить лотерейный билет. На свою вторую встречу я договорилась опять же встретиться в райде в небольшом кафе. Ну и встреча наша была назначена на 6 часов вечера. Мы созвонились. Он написал мне, что он уже там, меня ждет, а мне там на машине буквально подскочить 5 минут. Поэтому я сказала, да-да, я уже в пути. Я подъезжаю. Ну, а я, вы знаете, как-то даже была очень спокойна по отношению к этому мужчине, потому что он там на фотографии на этом сайте выглядел ужасно просто. Вы знаете, вот уж как только хуже можно было себя преподнести, я даже не знаю, но какой-то там ужасный он был на фотографии. Ну, поэтому я решила, ладно, подъеду, посмотрю, может, как человек хороший. В общем, я подъезжаю, вижу его, он сидит уже за столиком, заказал кофе, сидит, меня ждет. Я подошла, познакомились, значит, я уселась, говорю, Майк, по-моему, его звали. Вот, я, значит, представилась тоже. Вы знаете, первое, конечно, такое небольшое замешательство, потому что, во-первых, я была поражена, насколько симпатичный оказался этот мужчина. Ну, просто голубоглазый красавец, такой блондин. Даже не голубоглазый, наверное, а синие глаза, бездонные. И, значит, он улыбается, у него такие белые-белые зубы. И просто, просто красавец, я не поверила своим глазам. Я подумала, а что происходит, что там такое было ужасное на фотографии-то у него. Ну, и, вы знаете, когда стали там дальше разговаривать, он мне в глаза не смотрит, он что-то суетится, что-то все время свою чашку эту двигает туда-сюда. Он начал что-то такое мне рассказывать, понимаете, безостановочно просто. Я потом вот подумала, решила, что он так себя вел, потому что, наверное, он очень стеснялся. Потому что, ну, как-то, вы знаете, сказать, что он мне какие-то вопросы задавал или какая-то беседа там у нас предполагалась, типа диалога, нет ничего подобного. Он просто, значит, начал сразу рассказывать, как он до меня добирался, что он ехал на автобусе, что, значит, вот он живет с мамой, а мама у него 94 года, и он за ней досматривает. Он никогда не был женат, так как вот все-таки мама, он живет все время с мамой, и вот мама, мама, мама. А мужчине уже 62 года, как он сказал. Ну, и, вы знаете, я не перестаю смотреть, открыв рот на его вот эту великолепную внешность. У меня не совпадает вот эта внешность голливудская, и то, что он мне говорит, я ничего не могу понять. Потом, в конце концов, я думаю, ну, как-то надо, знаете, хоть, может быть, слово вставить. Я все время просто да, да, он, да, надо же, как интересно. Вот такими фразами. И потом я ему говорю, я смотрю, у вас такие, такие красивые зубы, просто у вас голливудская улыбка, я не могу понять, кто у вас дантист. Ну, и он мне говорит, ой, так ведь это же у меня протезы, вы знаете, я вот сижу с вами разговариваю, и все у меня во рту, этот привкус клея, которым у меня приклеена эта челюсть. А вообще-то у меня уже практически зубов нет. И он продолжает говорить, что я эту челюсть редко надеваю, обычно я просто хожу со своими зубами, а это вот типа на праздники, на свидания. Вы знаете, я была поражена, конечно, вот этой вот откровенностью. Ну, потом я как-то поняла сразу, что человек не мой, человек даже не может, знаете, построить нормально беседу, скажем так. Ну, я вот посидела, послушала все, что он мне рассказал, ну, и говорю, что да, было приятно мне с вами пообщаться, очень замечательно, вот я уже кофе допила, наверное, пора бы уже и прощаться. Я уже сидела, знаете, и так-то выжидала, мы с ним час где-то поговорили, я выжидала, я хотела раньше уйти, но так понимала, что это будет просто некультурно. Ну, и он сразу засуетился, ой, так а как же, что же мы не договорились на следующую встречу, как, что, я говорю, ну, вот знаете, там у нас, по-моему, будет карнавал. Вот, говорю, давайте мы с вами созвонимся, там и встретимся. Ну, на этом мы договорились, он мне на следующий день перезвонил, тоже так поговорили ни о чем. Вы знаете, я хотела, кстати, у него спросить, а что же вы такую фотографию-то разместили неудачную на сайте знакомств, вы такой, в общем-то, симпатичный. Потом думаю, ну, а зачем оно мне, ну, мне надо, это получается, что я кого-то буду поучать, здесь так не принято. Ну, и, в общем, этот мужчина оказался не героем моего романа, скажем так. Ну, и еще, когда мы там с ним сидели, беседовали, я у него спросила, а как давно вы на этом сайте размещены знакомств и ходили ли вы к кому-то еще на свидание? Он сказал, что да нет, вы знаете, я уже там больше года, но что-то вот мне никто не пишет, напишут там hello или я напишу там how are you, мне ответят, зайдут на мою страницу и все, и все пропадают. Ну, вот, я хотела ему сказать, что надо вам, конечно, получше фотографию разместить, но большой мальчик, пусть сам думает. Еще с одним мужчиной мы договорились о встрече, и вроде бы как я уже, будучи на трех свиданиях и встречах, я уже немножко так подуспокоилась, думаю, буду дальше уже ходить, смотреть. Знаете, первое, оно, конечно, всегда сложно, потом проще. И вот договорились тоже на очередное свидание. Мужчине 56 лет, я подумала, боже, какой молодой, ну, старых тоже не хочется, раз он мне написал, зная мой возраст, то, может быть, и ничего. В общем, я уже собираюсь на свидание к нему, одеваюсь, и вдруг он мне звонит и говорит, что я тут уже приехал, я со своими друзьями, мы на яхте вот здесь вот пришвартовались у вас в райде в Марина Порт. Я говорю, боже, а почему ты с друзьями на яхте, мы же договорились просто встретиться, посмотреть друг на друга. Ну, мы вот такие вот тут, у нас вечеринка, мы хотим на яхте еще тут вокруг острова сходить. Ну, в общем, целая компания, мы были в гольф-клубе, там начал. Я послушала, послушала, вы знаете, думаю, нет, что-то я, наверное, не пойду. Как-то идти к мужчине, который имеет свою яхту, да еще и по гольф-клубам ходит. Я такого не потяну молодого красавчика, она 10 лет моложе меня. И я сразу, конечно, не сказала при разговоре, обычно как японец тоже боюсь сразу сказать. Потом я положила трубку еще, наверное, подумала минут 10, стоит ли мне к нему идти. Потом думаю, все равно, вот знаете, будет неприятно. Конечно, вам в лицо никто не скажет, что вы не понравились, но тем не менее, если все равно это почувствуется, то остается осадочек не очень приятный, сами знаете. И я ему скинула смс-ку, что нет, наверное, я все-таки не подойду. У меня на сегодня другие планы, пока-пока. Вот тут вот я струсила, понимаете, как интересно. И знаете, удивительная история, что на следующий день он мне еще раз перезвонил и сказал, что, может быть, он был неправ, что вот он приехал с друзьями, что, может быть, на самом деле мы встретимся где-то вдвоем, посидим, поговорим. Я говорю, а где? Давай, где ты предлагаешь? И он говорит, я сейчас вот сижу на пляже, тут так замечательно, загорать. Приходи, будем вместе загорать. И опять же я что-то подумала, думаю, нет. Я не готова загорать на пляже с незнакомым мужчиной. Не знаю, как вы, у меня, как выяснилось, полно комплексов. И вообще я трусовато. Мне не хочется, знаете, чувствовать фиаско. Как-то вот так. Хотя я вот слушала этих много очень психологов. Кто-то говорит, что вот низкая самооценка. Если женщина думает, что она не понравится на первом свидании, если она вот так вот закомплексована. Но может быть, знаете, у молодых это совсем все выглядит по-другому. Хотя, кто его знает, каждый ищет, кто ему приглянется, кто ему больше понравится. Вот у меня одна знакомая рассказывала, что она познакомилась с одним иностранцем, с немцем, по-моему. Ну и они договорились о встрече, где-то, наверное, пока визу оформляли. Пока то-се, пока билеты там покупали. И прошло, наверное, где-то полгода до этой встречи. Она за эти полгода, она так похудела, старалась выглядеть лучше. Сделала себе стрижку модную. По-моему, даже покрасилась в какой-то другой такой цвет. Ну и когда она приехала, он, конечно, ей ничего не сказал при встрече. А потом, спустя какое-то время, там, когда они уже стали разговаривать дальше, как, что, и он ей выразил недовольство свое и большое удивление. Он сказал, что, вообще-то, я на фотографии видел, что ты такая пышная женщина с формами, а приехала ты совсем другая, худая, стройная. У нас здесь таких хватает своих худых, бестелесных досок. Вот, и он ей прямо вот так вот выкатил. Она была в шоке, потому что старалась, наоборот, похудеть. А оказалось, что ему нравятся полненькие. Поэтому, знаете, тут, в общем, очень все это... Кстати, хочу вам объяснить, тем, кому может быть интересно, я гуляю по старинному нашему поместью Апплдуркомхаус. И вот показываю вам, как здесь готовятся к свадьбе, к очередной. Устанавливают эти красивые кресла для жениха и невесты. Осень, время свадеб. И вот здесь, в этом старинном замке, очень любят молодые свои свадьбы праздновать. Если кто желает посмотреть, вам видео мое в правом верхнем углу. Вот такое у меня, друзья, сегодня видео для вас. Такой небольшой рассказик, обзор о моих очередных встречах, свиданиях. Поставьте, пожалуйста, лайк, кому понравилось. Можете поставить дизлайк, кому не понравилось. Главное, пожалуйста, проявите свое отношение к этому видео, чтобы я знала. Ну, друзья, а на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, как обычно. Скоро увидимся. Всего вам доброго. Пока-пока.